Всем привет! В этом видео я расскажу, как прошить практически любой полетный контроллер фирмы Motec в прошивку ArduPilot. Это ArduPlane, либо ArduCopter. Также всякие роверы, сабы и прочие. В том случае, если полетный контроллер уже прошит прошивкой ArduPilot, можно находить более свежую через Mission Planner. Если же тут загружен Betaflight, либо iNav, так обновить прошивку не получится. По той лишь причине, что загрузчики между собой несовместимы. Так как же загрузить прошивку? А делается это следующим образом. Нужна программа STM32Cube Programmer. Скачать его можно с официального сайта STM. Ссылку я тоже оставлю в описании к видео. Там нужно указать свой действительный e-mail адрес, на который придет ссылка для скачивания этой программы. И скачать его. Далее потребуется скачать и открыть файл прошивки с префиксом BL. Тут я уже переименовал, но в репозитории она называется как ArduCopter BL. ArduCopter with BL.hex. Суффикс with BL означает, что в этой прошивке находится бутлогер для ArduPilot. То есть прошивая вот этой вот прошивкой, и в дальнейшем вы заменяете загрузчик Айнаовский ArduPilot. И следующие прошивки можно накатывать уже по-нормальному через Mission Planner. Открывается эта прошивка здесь. Далее необходимо подключить полетный контроллер в режиме Boot. Для этого зажимается эта кнопка при подключении его к компьютеру. Чтобы не дергать лишний раз разъем, я отключу его в самом компьютере. Я отключил его. Лампочки погасли. Зажимаю кнопочку Boot. И подключаю питание. Отлично. Тусклый горящий красный светодиод означает, что плата находится в Boot режиме. Далее необходимо выбрать тип подключения USB и нажать Connect. А, если тут ничего не отобразилось, нужно нажать кнопочку Обновить. И устройство найдется наше подключенное. Должно называться оно STM32 Bootloader. Нажимаете Connect. И здесь отображается текущая информация о процессоре, который находится на этой плате. В данном случае на этом полетнике находится процессор STM32F405. И нажимаем кнопку Download. Происходит стирание старой прошивки. И загрузка новой. Так, прошивка закачалась. Теперь можно нажать треугольничек и нажать Verify. Это происходит проверка прошивки. Вызвалось, что проверка прошла успешно. Искажение данных не найдено. Значит, все хорошо. Теперь необходимо переподключить питание. А программу STM32F405 можно закрыть. Переподключаю питание в салон компьютера. Светодиодики заморгали. Что значит? Инициализация пошла. Должны установиться драйвера. Для полетного контроллера. Вот он. Компятый. Орду Пайлот. Компятый. И жмем Connect. Все. Полетный контроллер полностью работает. Конечно, там сыпятся ошибки, потому что ни компас, ни чего не подключено. Точнее, компас там есть, подключен, но он не откалиброван. Поэтому и Bad Compass helps. Вот. Теперь, когда в полетном контроллере залита прошивка с бутлодером артопайлотовским, прошивку можно заливать, обновлять, либо менять через Mission Planner. Отключаемся. Setup, Install firmware, и давай зальем Play. Убирается платформа Motec F405. Если там другой у вас полетный контроллер, то выбирайте вашу платформу. И upload firmware. Скачивается с интернета. Посылается reboot. Стирается. И заливается свежая. Все. Готово. Подключаемся к нему. Ну и как можно увидеть, если посмотреть Messages, залита прошивка Arduplane 4.07. Вот таким образом можно использовать прошивки Ardupilot на высокоинтегрированных полетных контроллерах фирмы Motec. Сейчас у меня в самолете стоит PixRacer, который я бы, в принципе, с радостью поменял на какой-нибудь 405-й wing, либо какой-нибудь другой там wing, который в себе имеет OSD и прочие плюшки типа бэков дополнительных для встания сервоприводов. То есть очень удобный в монтаже. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну а в дальнейших видео я, думаю, расскажу про подключение всей остальной периферии GPS, компаса и прочих электронных компонентов.